Это экстренный вызов на канале ОТС детям до 16. Смотреть не рекомендуется. В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте, мы начинаем. В колонию за убийство дворника спустя полтора года после преступления новосибирец выслушал приговор суда и попытался его обжаловать. Смертоносный напиток. Один заключенный погиб, двое оказались в больнице после употребления стеклоомывателя. Превращаются с Новый Бор в заснеженную пустошь. Почему правоохранители не могут справиться с черными лесорубами? Вину не признал, но сидеть все равно придется. Областной суд поставил точку в деле об убийстве дворника в Зайльцовском районе Новосибирска. Осужденный за это преступление мужчина пытался оспорить приговор в апелляционной инстанции, но в итоге проиграл. Максима Легощина оперативники задержали буквально по горячим следам. Он даже не успел смыть с себя следы крови, которые появились после ночной разборки на улице холодильной. Жертвой этого преступления стал 36-летний дворник из Узбекистана. Его тело наутро обнаружили жильцы многоэтажки. Как установили эксперты, убийца сначала несколько раз ударил потерпевшего чем-то тяжелым по голове, а затем воткнул в шею розочку от бутылки. Легощин сразу стал подозреваемым номер один. И у правоохранителей имелись для этого веские основания. По данным следствия, согласно обвинению, он находился с потерпевшим в ночь произошедших событий, распивал спиртные напитки на территории сквера. Потом у него возникли потерпевшему внезапные личные неприязненные отношения. Легощин уже не в первый раз выпивал с узбекским рабочим. Но в ту роковую ночь приятели, употребив по самым скромным подсчетам пару бутылок водки и полтора литра спирта, неожиданно вспомнили старые обиды. Якобы Максим пропил деньги своего товарища – 6 тысяч рублей. Дворник возмутился и потребовал вернуть эту сумму. Ну а дальше слово за слово и завязалась потасовка. К слову, фигурант хоть и пошел сразу в отказ, факт драки не отрицал. На протяжении всего судебного процесса Легощин категорически отказывался признавать вину. Уверял, что смертельных ранений потерпевшему не наносил и жаловался, что его оговорили. Тем не менее, Заельцовский районный суд приговорил фигуранта к 9 годам колонии строгого режима. Осужденный попытался оспорить это решение, сославшись на некого свидетеля, показания которого могут все изменить. Однако никаких конкретных доказатель сторона защиты так и не предоставила. Итог оказался предсказуем. Апелляционным определением Новосибирского областного суда приговор в отношении Легощина, Максима, который обвинялся в органами следствия по статье 105 части 1 Головного кодекса Российской Федерации, оставлен без изменения. Теперь обвинительный приговор вступил в законную силу. А это значит, что агрессивному любителю алкоголя придется надолго забыть о горячительных напитках. Леонид Лешенко, Константин Менин. Экстренный вызов. Осужденный поселенец стал жертвой своей любви к выпивке. Смерть в колонии номер 22, что под Колыванью изучают следователи комитета. Заключенный колонии поселения предположительно умер от отравления метанолом. Вечером мужчина обратился в дежурную часть исправительного учреждения. Пожаловался на головную боль и высокое давление. Осужденного отправили в реанимацию к Колыванской больнице. Но помочь ему не смогли. Утром медики сообщили. Пострадавший скончался, не приходя в сознание. Утром этого же дня, 14 числа, обратили еще двое осужденных с похожими жалобами. Оба были госпитализированы. В настоящее время находятся в гражданских больницах. По результатам внутренней проверки выяснилось, что осужденные употребили жидкость для омывания стекол автомобиля, которые слили из автомобиля, находящегося на участке, по оказанию услуг по ремонту автотранспорта. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти осужденного мужчины. По статье причинения смерти по неосторожности. И сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего. Лес рубят, щепки летят. В редакцию нашей программы обратились жители Новосибирского района области. Они устали от браконьеров, которые превращают сосновый бор в заснеженную пустошь. Александр Горский обратился к журналистам экстренного вызова за помощью. Житель Новосибирского района практически случайно обнаружил. Бор недалеко от села Сосновка безжалостно вырубают. В осенью со своей семьей я пошел за грибами в районе Степнова. И смотрю прямо варварская такая дорога вся разбитая в сторону леса. Я любопытство, я туда на нигде заезжаю. Стоит военный вазик, лесорубы, трактора и кошмар, который вы сейчас увидите. То есть я вам его постараюсь тоже показать, если мы до туда доедем. Я говорю, ребята, что же вы делаете? Сотрудники находящегося наподалеку военного лесничества объяснили. Они заметили браконьеров и побоялись, что те объявятся и на их территории. Мужчина поверил. Вид документов убедил его, что лесорубы в Сосновку и Степное больше не вернутся. Однако все же снял последствия лесного разгрома на фото для правоохранителей. До холодов дровосеки вроде бы успокоились. А вот потом нанесли новые удары. Многочисленные деляны в бару все увеличивались. Причем, похоже, работали тут люди, которым на лес попросту наплевать. Отличить такие незаконные порубки от плановых санитарных очень легко. Видите, вот эти вот брошенные ветки. Лесник их непременно убрал бы. Браконьеры оставили как есть. В начале февраля, проезжая по лесу, Александр снова услышал звуки бензопилы. Дорог, как таковых, здесь нет. Проехать по просекам можно только на внедорожнике или на лесовозе с огромными колесами. Не удивительно, что даже жители Сосновки и Степнова не часто застают браконьеров. В этот раз Александру повезло. И он сам, и вызванные им полицейские успели вовремя и поймали веровосеков с поличным. Непосредственно в районе села Сосновка была задержана группа, которая занималась незаконной порубкой лесных сажений. По данному факту данные лица были задержаны. У данных лиц было изъято две спецтехники, два трактора, бензопилы. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В составе данной группы было задержано четыре человека. Это непосредственно лесорубы, техники были, как они? Ну, скажем так, это были разнорабочие непосредственно. А также один из них был организатор этой незаконной порубки. Правоохранители сейчас расследуют дело о краже. Ущерб о ней оказался совсем небольшим. Вот эта разгромленная поляна по закону стоит всего около пяти тысяч рублей. Правда, выделен еще один материал. По факту незаконной порубки. Но пока полицейские занимаются этими делами, в заснеженный бор приходят новые лесорубы. По словам Александра, для браконьеров здесь созданы просто райские условия. Самое неприятное в этой ситуации, что во всем этом деле участвовали люди, которые должны заниматься именно охраной леса. А это военные лесники. Не раз уже поступали сигналы, что именно оборон лес каким-то образом участвует во всех этих вырубках. Косвенно или напрямую, или организовывает. И вот в этот раз именно военный лесник, так сказать, находился на дороге, ну как это называется, на стрёме, да, охранял всю эту браконьерскую вырубку. Он тоже был арестован. Такие уголовные дела в Новосибирском районе доходят до суда, выносятся приговоры. Но на каждую замеченную поругу приходятся и такие, о которых не знает никто, кроме самих браконьеров. Мы будем следить за развитием событий. Анна Скок, Алексей Погодин. Экстренный вызов. Спасают жизни каждый день. Пожилую женщину сотрудники МЧС эвакуировали из горящей квартиры, квартиры, а подвыпившего мужчину из задымлённого гаража. Квартира на втором этаже жилого дома на улице Кропоткина в Новосибирске загорелась в 10-м часу утра. К моменту приезда огнеборцев, находившаяся внутри пожилая женщина, уже успела надышаться угарным газом. По прибытию первого пожарного подразделения установлено, что горят домашние вещи, мебель и внутренний отдел костен на площади 4 квадратных метра. Личным составом пожарной охраны из квартиры спасена женщина, 39-го года рождения. В состоянии средней тяжести пострадавшую доставили в больницу. Предположительной причиной пожара дознаватели называют короткое замыкание электропроводки в розетке. В Октябрьском районе огнеборцам пришлось вызволять спящего автомобилиста из горящего бокса. Заметив дым из закрытого на замок гаража, очевидцы вызвали пожарных. При помощи гидравлического инструмента они вскрыли дверь. Внутри помещения было объято пламенем. В результате пожара огнем повреждены бытовые вещи на площади 4 квадратных метров. От высокой температуры получил повреждение легковой автомобиль ВАЗ-2104. Из салона машины сотрудники МЧС вытащили водителя. Он надышался угарным газом и сейчас находится в больнице. Причиной ЧП стало нарушение правил безопасности при использовании электроприборов. Иными словами, на раскаленный обогреватель упала ветошь. На этом все. Информацию о происшествиях и преступлениях сообщайте по телефону 310-2005. Он доступен по будням в рабочее время с 10 утра до 6 вечера. Видео ЧП выкладывайте в группе экстренного вызова ВКонтакте. Будьте осторожны и соблюдайте законы. Увидимся на канале ОТС.